Ну что, ребята, перед беременной еще один видосик давайте. Может быть, ватоп? Вот почему насекомые едят тебя. Около 400 миллионов лет назад насекомые не были такими опасными, как сейчас. Они мирно питались травой, никого не убивали, у них даже не было яда. Но эволюция не стояла на месте. Появлялись новые виды, распространялись по земле, и однажды все изменилось. В тот день, когда насекомые случайно попробовали кровь. Приведу простой пример. Если вы однажды попробовали что-то сладкое, например, шоколад, то, скорее всего, после будете хотеть его всю жизнь. Это не значит, что вы перейдете на исключительно шоколадную диету. Но давайте будем честными. Большинство людей все-таки сладкоежки. Это заложено в нас генетически. Плюс привыкание к сахару. Примерно то же самое произошло с насекомыми. Самые первые из них понятия не имели, что можно пить кровь. Ведь тогда на земле еще не было подходящих животных. Существует несколько основных гипотез, которые сводятся к тому, что первый опыт плотоядности у насекомых случился совершенно внезапно. Например, у них уже развился подходящий ротовой аппарат, а затем просто... Скорее всего, в процессе участвовали другие животные, но суть была примерно такой. А попробовав кровь однажды, от нее уже трудно отказаться. Кажется, я видел подобное в фильмах про вампиров. А как бы там ни было, насекомые, которые прежде питались только спорами, нектаром и прочими продуктами растительного происхождения, перешли на диету гематофагов. Так называют животных, которые питаются кровью. Но сразу возникает вопрос. Что такого особенного в крови, чтобы менять свои пищевые привычки? Кровь очень вкусная? Питаться кровью стало популярно? Или насекомые вдруг поняли, что они очень кровожадные? Ладно, в дикой природе так не бывает. Питание кровью — это настоящая победа для условного хищника. Просто сравните. Вы прикладываете усилия, чтобы поймать кого-нибудь, победить и съесть. Или тихонько присасываетесь где-нибудь с краешка, обедаете и дальше идете по своим делам. Это все равно, что зайти в кофейню, взять свой заказ и выйти, вместо того, чтобы вступать в схватку с бариста за кофемашину. Ах да, и не забывайте, что даже самые сильные животные с трудом борются с кровососущими насекомыми. Считается, что паразиты кусали даже динозавров. Блохи в несколько десятков раз больше современных пили их кровь. Причем, по ощущениям, каждый укус был похож на подкожную инъекцию. И ведь динозавры ничего не могли с этим сделать. Да и что тут сделаешь с такими лапами? Кровь для насекомых — это идеальная еда. В ней достаточно белка, чтобы поддерживать маленькие организмы в хорошем состоянии, помогать им жить и размножаться. Кроме того, кровь жидкая, а значит, чтобы насытиться, ей не придется отращивать полноценные челюсти и жевать что-нибудь. Достаточно одного укуса. С этим справляются даже постельные клопы. И тут я задумался. Насекомые и членистоногие эволюционировали, чтобы пить кровь. Потому что... Вот чтобы их не было, кстати говоря, вам нужно шелковую постель делать. А там вообще никого нет. Это удобно, круто и все такое. С тех пор прошло уже... Дорого не будет? Будет. Много миллионов лет, они не вымерли, значит, механизм работает. Но зачем тогда убивать свой собственный источник питания? Это все равно, что сжигать холодильник после того, как возьмешь оттуда сэндвич. Я не утрирую. Список самых смертоносных для человека существ возглавляют комары, которые по разным данным ежегодно убивают от 700 тысяч до миллиона человек. После них с огромным отрывом идут сами люди. Примерно 450 тысяч. А потом змеи. От 50 тысяч до 100. Чувствуете разницу? Главная опасность кровососущих насекомых и членистов... Они же еще, кстати говоря, некоторые, по-моему, умеют передавать заболевания какие-то, да? Венерические даже. Или я ошибаюсь. Я еще такое слышал, что какие-то комары в состоянии... Если укусят инфицированного, то они могут стать распространителем... ...поногих. А, не венерические? А, ну... Вовсе не в том, что они могут выпить кого-нибудь досуха. Болезни. Клещи, например, могут переносить 9 различных заболеваний одновременно от болезни... На меня давят. У меня в постели и так никого нет. Бедный чатик, бедный чатик. Когда-нибудь я приеду к вам, и мы вместе уснем с вами в обнимку. Вот так вот. Нелайма до пятнистой лихорадки скалистых горы и тулеремии. Можно ли умереть, заразившись ими? Да. Тулеремию вообще когда-то использовали как биологическое оружие. Стоп, стоп. Если кто-то переносит такое количество опасных болезней, разве он не должен болеть сам? Похоже, иммунитет этих существ находится на каком-то космическом уровне. Особенно у клещей. Любой комар, например, обычно может передавать только один или два патогена и не заболевать. В то же время иммунная система клещей работает особенным образом, подавляя все вредные бактерии внутри организма. К счастью, далеко не везде вместе с укусом клеща можно получить огромный набор болезней. И вообще, знаете, где обитают самые опасные насекомые? Нет, не в Австралии. В Японии. Возьмем для примера гигантского шершня. В 2019 году его появление в Северной Америке вызвало настоящую панику. И не случайно. Это большие, злые насекомые, которые истребляют пчел, могут кусать несколько раз подряд и даже приводить к смерти. В Австралии тоже водятся шершни, но они точно не соперники гигантским. Во-первых, австралийские шершни на полтора сантиметра меньше. А во-вторых, они далеко не такие хищные. Взрослые особи вообще питаются нектаром. Гигантские японские шершни, в свою очередь, поедают других насекомых без всякой жалости. Серьезно, я бы не хотел встретиться с этими ребятами. Да и вообще, в Японии обитают какие-то пугающие существа. Здоровенные мраморные клопы, ядовитые гусеницы, многоножкие мукаде, которые, как говорят, могут вырасти до 20 сантиметров в длину. А их яд способен убить ребенка или домашнее животное. Но ведь кто-то же должен охотиться на всех этих монстров. Взять хотя бы гигантского шершня. Он всего лишь насекомое, а значит, находится внизу цепочки питания. Так ведь? Это покажется вам абсурдным. Но гигантский шершень – высший хищник. А это значит, что никто на него не охотится. То есть медведи, косатки и шершень. Отличная компания. Но так уж получилось в процессе эволюции. Судя по всему, единственное животное, которое питается гигантскими шершнями – это осоед. Вот только его ареал, даже с учетом миграции, никак не касается Японии. Поэтому японским шершням остается опасаться разве что человека. И пчел, которые научились отражать атаки на свои улья, буквально запекая шершни внутри живой микроволновки. Я уже рассказывал об этом в одном из роликов. На самом деле, это странно. Мне всегда казалось, что природа создала насекомых для того, чтобы другим животным было чем перекусить. А если эта функция не работает, то зачем они вообще нужны? Да, людям тяжело воспринимать существ вроде насекомых или мелких членистоногих, например, пауков, как нечто важное. Но это именно тот случай, когда размер не имеет значения. Они – невидимая сила, которая заставляет наш мир функционировать как положено. Овощи и фрукты появляются благодаря насекомым. Насекомые также возвращают в землю питательные вещества. Если бы их не было, количество разложения и гниения повсюду было бы ужасным. Не говоря уже о вредителях. И вообще, согласно исследованию 2006 года, именно насекомые делают экономику США богаче на 57 миллионов долларов ежегодно. И это не считая опыления. Без этих крохотных существ все на Земле бы попросту развалилось. А вот если бы завтра вымерли все люди, то с планетой не случилось бы ничего особенного. Кстати, Жиза, реально. Мы вообще, мы вообще вот в глобальной экосистеме просто ничто, мы ничего не делаем. То есть никакого, никакой пользы, ничего. Мы реально паразиты. То есть мы только наносим ущерб. Чувствуете разницу? Может быть, именно поэтому насекомые и членистоногие стали такими опасными. Они слишком важны для Земли, чтобы позволить себя истребить. Взять хотя бы гигантского шершня. Если нужно атаковать не свой обед, то шершень пустит яд в ход только для самозащиты. Другое дело, что защищаться он готов постоянно, но... Хватит одного укуса, чтобы какой-нибудь хищник понял. С этой полосатой жужжащей штуковиной лучше не контактировать. Говорят, по ощущениям укус напоминает удар, раскаленный иглой. И боль длится несколько дней. Не считая того, что химические вещества в составе яда гигантского шершня могут разрушать клетки крови, мышц и даже вызывать почечную недостаточность. Впрочем, человека без аллергии укус гигантского шершня не убьет. Потребуется около 200 особей, чтобы добиться летального исхода. Но далеко не всем нужно нападать группой. Например, сиднейский лейкопаутинный паук. Членистоногая, которая считается одним из самых токсичных для человека. Его укус может убить взрослого за 24 часа, не говоря уже о детях. Сегодня люди уже изобрели противоядие, но... Если задуматься, зачем такому маленькому существу столько яда? И это касается не только... Стример в мире пауков, блин. ...паука. Многие маленькие существа обладают слишком уж большим запасом токсина. Как будто как, как будто когда-то он был необходим для охоты на динозавров. Но с тех пор добыча измельчала. Это ведь бессмысленно. Все равно, что охотятся на бабочек, стреляя по ним из гранатомета. У вас, конечно, получится, но зачем? Оказывается, миллионы лет назад даже самый мощный яд был всего лишь гормоном, который помогал предкам этих существ регулировать метаболизм сахара. Также работает гормон инсулин в нашем теле. Заставляет клетки поглощать сахар и использовать его для производства энергии. Если глюкозы в крови становится слишком много, инсулин отправляет излишки на хранение в печень, а потом достает при необходимости. Полезная вещь, но кто бы мог подумать, что она эволюционирует в яд. Когда тебе нужно защищаться и атаковать, все средства хороши. Твои противники выработали иммунитет? Значит, нужно производить более сильный яд. И так до бесконечности. Кроме того, у некоторых пауков вообще есть сразу несколько ядов, чтобы хоть один подействовал наверняка. В общем, если яд какого-то паука сегодня считается не смертельным для человека, это не означает, что так будет всегда. Хм, просто подождите. Но есть и хорошая новость. Даже если в будущем все ядовитые насекомые и членистоногие станут еще более ядовитыми, они хотя бы не увеличатся в размерах. Дело не только в неподходящих условиях. Это просто невыгодно. Одно исследование показало, что размер древних мух уменьшался по мере эволюции птиц. А ведь птицы никуда не делись. Да и вообще, уменьшение размеров – один из трендов животного мира. Маленьким существам проще обеспечить себя ресурсами. Они быстрее размножаются и более многочисленны. А значит, лучше смогут противостоять вымиранию. Так что наше будущее... Это очень маленькие, но очень ядовитые насекомые. Знаете, вот теперь это уже не кажется мне хорошей новостью. До скорого!